Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ведьмак? Ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться. Ты же привела с собой друзей. Я не боюсь. Вечный огонь меня защитит. От меня и защищать не придется. Тамара! Доченька! Вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Отец и правда хочет найти жену. Твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его в сторону? Истинно говорю вам. Гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это, блин, кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял пятерых людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, сюда! Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама! Это правда она? Нет. Это невозможно. Что-то же можно с этим сделать. Ведьма! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. В атаках. В атаках. В атаках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чуджик. Лучше я один схожу. Подождите здесь. Продолжение следует. Ивасик! Ивасик! Здесь его нет. Что-то случилось. Надо посмотреть, может он где-то прячется. Свежие следы. Ивасик побежал туда. Да, он спасался от чего-то. Ивасик, проснись. Что? Что? Ой, ведьмак, но ты меня и напугал. Я уж думал, опять эти вредные бабы. Я убил нескольких возле твоей норы. Ведьмы их наслали. В наказание. Помнишь ту безумную тетку, которая заботилась о детях? Бабушку? Ясное дело, помню. Я нашел ее в деревне ведьм. Ее обратили в чудище. Ты знаешь, что с ней случилось? Она случайно просыпала в золу маковые зерна. Ну, я пришел помочь отделить их. Мать-природа дала мне маленькие ручки. Так что мне проще. Перебираем, работаем. Бабушка что-то там плетет. И вдруг как завопит. У нее на руках знаки стали светиться. Она закричала, чтобы я прятался. Влез я в сундук, а мигом позже вошли ведьмы. Пряха отрезала бабушке пять волос и сказала, что это в наказание за детей. А потом ведьмы спустились вниз через дверь в полу. Ты так и сидел в сундуке, покуда ведьмы не ушли? Я собирался. Сиди тихо, говорю себе. Пока не уйдут, не шелохнись. Как вдруг бабушка упала на землю, как подкошенная. И начала вопить и рвать волосы. Я не знал, что делать. Вылез из сундука. Хотел дать ей тех травок, которыми она лечила детей. Только это уже была не она, а чудище. Так ты дал ей травы? Не успел, потому как ведьмы вернулись. Я упал на колени, умолял, чтобы они ее простили. Но кухарка сказала, Мальчик не слушался. Нельзя говорить нет, если сестры говорят да. А шептуха на это. Беги, Ика, маленький, пока у тебя ноги не сгнили. И все начали смеяться. А я дал деру. Попробуй разобраться с этим погребом. Думаю, это ключ к тому, что стало с бабушкой. Поможешь ей? Может, еще не слишком поздно. Спасибо за помощь и удачи. Взаимно. А если тебе по дороге еще встретятся эти водные бабы, накостыляем как следует от моего имени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ты узнал что-нибудь? Похоже, все, как я и думал. Ведьму наложили на твою мать проплятия. Они отрезали у нее прядь волос, а потом спустились вниз. Домом есть какой-то тайный подвал. В таком случае не будем терять времени. Идем. Я пойду вперед. Если наткнусь на что-то интересное, я скажу. Хорошо. Веди. Хватит с меня, я не работаю. Хватит с меня, я не знаю. Хватит с меня, я не знаю. Во имя вечного огня в жизни столько не видел. Ты знаешь, что это? Выглядит довольно гнусно. Это обряд черной магии. Колдуньи заклинают кукол, чтобы получить власть над человеком. Они вплетают в них человеческие волосы. Значит, мы можем освободить Анну с помощью куклы, которая ее изображает? Это единственный способ, но очень рискованный. Видишь? Видишь, волосы вплетены предметы. Вещи — это как бы символы людей. Надо найти куклу Анны и забрать ее отсюда. Раз это так опасно, значит, придется выбрать правильную куклу с первого раза? Я за это не возьмусь. Я не знаю, Анну. Ты разузнал о ней больше, тебе проще выбирать. Так, ну давай взглянем на куклы. У этой красной бусины похожие бусины сила Анны. Как и половина женщин от Новиграда до Венгерберга. Не то. Да. Пожалуй, взгляну на остальные. В эту куклу воткнуты птичьи перья. Я бы скорее предположил, что она символизирует Филиппу. Филиппу? Филиппу Эйльхард? Если так, то... Успокойся, это просто мои ассоциации. Филиппа слишком хитра, чтобы попасть в лапы к ведьмам. Кроме того, мы здесь не ради Филиппа, а чтобы спасти Анну. И между ней и птичьими перьями я не вижу никакой связи. Может и так. А если здесь есть какой-то подвох? И эта кукла и вправду символизирует Анну. Сомневаюсь. Вряд ли ведьмы этими куклами собирались кого-то обманывать. Нужно осмотреть остальные куклы. Хм... А это интересно. Кукла с каким-то цветком? Что мне такого? Это не какой-то цветок, а фиолетовая мальва. Барон как-то обмолвился, что это любимый цветок Анны. Хм... Так это и прикреплено человеческое ухо. Наверное, это ухо какого-нибудь селянина. У Анны оба уха на месте. Верно. Давай осмотрим остальные куклы. А это интересно. Кукла с каким-то цветком? Что мне такого? Это не какой-то цветок. Думаешь, это та самая кукла? Я уверен. Возьму ее. Быстро! Наружу! Мама, ты вернулась. Теперь все будет хорошо. Родная, я умираю. Она бредит. Она не понимает, что происходит. Ты еще очень слаба. Тебе надо отдохнуть. Нет. Послушайте. Ведьмы, я до конца должна была оставаться чудовищем. Вы расколдовали меня. И теперь я должна уйти. Ведьмак! О чем она говорит? Ведьмы нас перехитрили. Их проклятие – смертный приговор. Его невозможно снять, по крайней мере, так, чтобы Анна осталась жива. Можно было ненадолго прервать его, но оно осталось в силе. Что? Что это значит? Она умирает. Она умирает. Хорошо. Видеть вас вместе. Прости меня. За все. За все. Прости. Мама! Доченька, помнишь, как мы были на Инне? Помню. Мы ели сладкие сливы, а на тебе было голубое платье. И ты сплела мне венок. И мы все время смеялись. Такой. Меня не запомни. Нет! Благодарю тебя. По крайней мере, они с ней попрощались. Жаль. Я больше ничего не смог. Идем, дитя. Вечный огонь принесет тебе успокоение. Оставь меня. Плату заберешь во Вроницах. Это не твоя игра. Я знаю. Но от этого не легче. Со временем боль уйдет. Хотелось бы в это верить. Побудьте с ним. А потом мы ее похороним и вернемся в Новый Град. Хорошо.